У меня такой вопрос. Лично я чувствую, что ночью я работаю более эффективно, чем днём. Дело не в том, что я изменила свои биологические часы и сплю днём. Просто я чувствую себя более продуктивной, и не только во время учёбы, но и в других отношениях. Ночью я чувствую себя полной сил. Почему? Спасибо. Может, ты просто не в той стране? Есть три типа людей, которые не спят по ночам. Роги не спит ночью. Роги — это больной человек. Он не может спать. Боги не спит ночью. Искатели наслаждения не спят ночью, потому что для них ночь благоприятна, для их занятий. Йогин также не спит ночью, потому что и для него ночь тоже очень благоприятна. А ты к какой категории относишься? Выбирай сама. Я ничего не скажу. Почему ночь? Свет. Мы ценим свет, потому что наш зрительный аппарат создан определенным образом. Что делает для вас свет? Он делает всё ясно различимым. Поскольку горит свет, я могу видеть этого человека, этого человека, этого... Предположим, свет погаснет и станет темно. Я смогу видеть только массу людей. Я не вижу отдельно этого человека, этого и этого. Так что ночью есть определенное чувство отсутствия границ для йоги, для сексуальности, для дружбы, для того, чтобы быть вместе, для учёбы, для концентрации на чём-то. Для всего этого ночь кажется более благоприятной. Просто потому что различие между тем, что есть вы и что есть кто-то другой, ночью снижается. Потому что наш зрительный аппарат работает таким образом. Там, где нет света, в нашем переживании всё сливается. Поэтому йогины, бхоги и роги, все три категории, используют ночное время. Вы также можете использовать его. Это не проблема, если только не будете засыпать на занятиях. Если вы не спите на учёбе, тогда это нормально. Ничего плохого в этом нет. Но просто попробуйте и увидите. Могу я поделиться с вами кое-чем? Когда я был маленьким, я был таким, что обычно занятия в школе начинались в 8.30 утра. С 6.45 мама и сёстры начинали меня будить. Это был целый ряд усилий. Они делали много всего. Сажали меня в кровати. Выкручивали мне руки, делали вот так. Моя мама делала это мягко. Сёстры делали это вот так. Затем они вытаскивали меня из кровати. Мама выдавливала зубную пасту на щётку и давала её мне. Я засовывал её в рот и засыпал. Мама приносила одежду и говорила, иди, прими душ, пора, уже опаздываешь. Я шёл в ванную комнату и там засыпал. А если меня никто не будил, то до часу, двух, пополудни я просто спал как убитый, беспробудно, без каких-либо движений, просто как мёртвый. Но я начал практиковать йогу с двенадцати лет. И примерно через восемь или девять месяцев после этого, и до сих пор, неважно, где бы я ни находился, в каком часовом поясе я бы ни был, каждый день я в новом часовом поясе. Но в 3.35 или 3.40 я просто просыпаюсь, поскольку в природе в это время происходят определённые изменения. Моё тело просто пробуждается. Если я захочу, я могу встать и делать, что мне захочется. Если не хочу, могу поспать ещё. Но тело всегда пробуждается. Вам нужно привнести определённую чувствительность в систему. Вы — продукт этой планеты. Да или нет? Какие бы глупости люди о себе не думали, все мы просто появились из этой планеты. Вы видели всплывающие окна на компьютере? Поп-поп. Вы просто всплывающее окно. Вы исчезнете. Вы не можете поверить, что вы исчезнете. Что? Я? Я исчезну? Да. Все эти умные люди. Бесчётное количество людей, которые ходили по этой планете до вас и до меня. Где они все? От них и следа не осталось. Все они превратились в почву. Не так ли? Разве они не были всплывающими окнами? Разве вы не всплывающее окно? Вы можете думать, что у вас прекрасная жизнь и всё подобное. Но с точки зрения Земли она лишь перерабатывает свою почву. Просто подбрасывает вас и тянет назад. Подбрасывает и тянет назад. Так что в этом небольшом всплывающем окне самое важное то, чтобы вы создали чувствительность внутри себя. Такую чувствительность, чтобы в ваше переживание вошло каждое измерение жизни. Разве это не важно? Чтобы до того, как вы умрёте, вы испытали эту жизнь настолько полную, насколько это возможно? Да или нет? Испытать означает... Люди думают, это значит вечеринки каждый день. Нет. Сколько можно делать одно и то же? В человеческой жизни можно исследовать гораздо больше. Вы должны стать чувствительными. Когда я говорю «чувствительность», слово «чувствительность» используется в неправильном смысле. Когда люди говорят, что она очень чувствительна, мы понимаем, что её может ранить всё, что угодно. Да? Нет. Быть чувствительным к жизни и быть чувствительным к эго — это две разные вещи. Быть чувствительным к жизни означает... Если вы войдёте в этот зал, вы ощутите всё, что здесь есть. Вы ничего не пропустите. Если вы войдёте наружу, вы ничего не пропустите. Ваше восприятие должно выйти каждое измерение жизни. Однажды Шанкаран Пилай купил себе осла. Он купил осла, и продавец сказал ему, «Видите ли, это очень чувствительный осёл. Его нельзя бить, нельзя на него ругаться, нельзя на него кричать». Шанкаран Пилай сказал, «Прекрасно. Я уже устал кричать, ругаться и бить этих ослов, чтобы заставить их сдвинуться с места. Чувствительный осёл — это по мне». Он даже немного доплатил в качестве бонуса, за чувствительность осла и забрал его домой. Он оставил осла у себя в сарае, на следующее утро ему нужно было идти на работу. Он пошёл в сарай и сказал ослу, «Пойдём, пожалуйста». Никакого результата. Он сказал, «Прошу тебя, давай пойдём». «Ничего». Он опустился на колени и начал умолять его. «Ничего». Его же нельзя ругать, нельзя колотить. Не зная, что делать, он пошёл назад к продавцу. Он сказал, «Я и уговаривал, и просил, и умолял. Он не реагирует. Что мне с ним делать?» Продавец сказал, «Хорошо, я схожу, посмотрю». И он пошёл к нему домой. Подобрал вот такую толстую палку, треснул осла по голове, затем отбросил палку и сказал, «Пошли». А сел пошёл за ним. Шанкарам Пилай пришёл в ярость. «Идиот, ты сказал, что это чувствительно, осел. И то, как ты его ударил, я бы в жизни никогда так животное не ударил». Тот сказал, «Нет, нет, оселы вправду очень чувствительные, но сначала нужно привлечь его внимание». Так что развитие чувствительности означает, если вы просто закрываете глаза, вы должны знать, какая сейчас фаза Луны, потому что всё это воспроизводится в вашем теле. Каждый день это воспроизводится в вашей системе. Вы видели, как в полнолуне или новолуне поднимается весь океан. Есть приливы, не так ли? Вы были на берегу океана? Были. Есть приливы? Весь океан пытается подняться. Ваше тело на 72% состоит из воды. Думаете, в нём ничего не поднимается? Поднимается. Каждое положение Солнца, Луны и множество других вещей, происходящих на планете, всё это происходит с вами. Вы должны стать чувствительными к жизни. Тогда вы будете знать, как управляться с каждым аспектом вашей жизни. Не становитесь чувствительными к эго. Не становитесь социально чувствительными. Если вы станете чувствительными к жизни, тогда что бы ни происходило, если вы будете постоянно знать одно это, то увидите, у вас заработает ваш собственный GPS-навигатор. Тогда нет проблем. Вы никогда не потеряетесь. Не имеет значения, что говорят другие люди, в каких ситуациях вы бы не оказывались. Вы никогда не потеряетесь, потому что вы чувствительны к жизни. Вот и всё, что требуется для этой жизни. Стать чувствительным к жизни. Сейчас мы наработали психологическую структуру, которая не имеет ничего общего с жизнью. Она связана социальными событиями, но никак не связана с жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok